Привет тебе! Привет! Радостное событие в виде Е3 отгремело и оставило после себя приятный информационный штиль. Тем не менее, нам более чем найдется, о чем тебе рассказать. Например, об играх для золотых подписчиков Xbox Live. Владельцы нынешнего поколения коробок получат Assassin's Creed 4 Black Flag с 1 по 31 июля. И So Many Me с 16 июля аж по 15 августа. Обладатели отживающего поколения Xbox'ов увидят не менее радужный комплект подарков. Planes via Zombies будет доступна с 1 по 15 июля. И Gears of War 3 с 16 по 31 июля. Неплохой улог. Вышло Batman Arkham Knight. О, Бэтмен! Во-первых, незадолго до релиза отменили выход одного из коллекционных изданий. Того, что с Бэтмобилем. Это стерпеть еще можно. Было бы. Потому как сама игра. Игра года, игра мечты, игра легенда. Не оправдала ожиданий ПК-пользователей. Если владельцы приставок счастливо играют и в ус не дует, то пекари матерятся и осыпают проклятиями Iron Galaxy. Студию, персонал которой произвел порт на ПК своими грязными неумелыми ручонками. Тормозит? Страшно. Авторы, так сказать, порта, отмазываются. Мол, работает плохо на AMD. Брешут. Работает плохо на всем. Вот она работает. Вот она работает. Даже свою топовую видеокарту от Nvidia ты можешь запихнуть себе в... Жестокое наказание последовало незамедлительно. ПК-версия проекта официально снята с продажи до выяснения обстоятельств. А то возвратов игры было едва ли не больше, чем покупок. Отсюда и общие баллы критиков. Версия для PS4 — 9 из 10, версия для PC — 6. Будет знать потом Рокстеди, как игру мечты на портирование базарным бабкам отдавать. Тем временем, Don't Not, авторы Remember Me совместно с Focus Home Interactive анонсировали проект Vampyr. Ролевая игра ожидается к релизу в 2017 году на приставке восьмого поколения и ПК. За окошком — охваченная болезнью Англия 20 века. Кроме того, Туманный Альбион пал жертвой вампирского брата, беспредел которого заставляет стать кровососом и главного героя Джонатана Рейда — профессионального военного хирурга. Основной фишкой повествования обещает возможность укокошить любого жителя города, изменив тем самым ход сюжета. А тут, откуда ни возьмись, авторы Project Cars анонсировали Project Cars 2. Первая часть стала весьма и весьма успешной, посему быть продолжению банкета. 50 локаций, 200 треков, та же пара сотен автомобилей от 40 производителей. Обещают полный онлайн. Даже в соло-заезде к тебе подключится сетевая пиявка, и будет как ни в чем не бывало играть себе в твою игру. До кучи анонсов подкинем третьи главы Dreamfall Chapters и Tales from the Borderlands. Что первая и третья глава, что вторая и третья глава стали доступны на этой неделе. Скорее оценивай новые серии эпизодических приключений или не оценивай. Отдождись полных версий проектов. Тогда и оценишь. Кроме того, уже вышло в свет Devil May Cry 4 Special Edition. Разрешение современное, 60 кадров в секунду, все дела. Игра и на ПК, PS4 и Xbox One. Но что куда более феноменально, неслыханно и грандиозно, так это выход Drive Club PlayStation Plus Edition. Что, что скажешь ты? Да, в это сложно поверить, но PS Plus версия все-таки появилась. Мы ждали ее так долго, что даже забыли, как давно мы начинали ее ждать. Больше года, точно. Теперь вот, дождались. Стала известна дата выхода Тони Хоук 5. Уже 29 сентября новая часть симулятора с кейборда поспешит бросить вызов твоему геймпаду. В игре будет присутствовать редактор уровней. Но удивить этим автора не сумели. Этот редактор был в серии практически всегда. Лучше бы над картинкой поработали, а то совсем как-то стыдновато. Ну да ладно, Тони Хоук никогда не отличался графикой. Это все. Вот такой вот коротенький выпуск итогов. Есть еще куча неразрешенных организационных моментов. Во-первых, жди гетоп на следующей неделе. Во-вторых, теперь ты можешь зарабатывать гетоны огромным множеством новых способов. Поскольку мы подружились с системой WASD Club. Заходи туда, выполняй условия, играй в игры, регистрируй аккаунты и так далее. И получай от нас зарплату в виде вожделенных гетонов. И спускай их на что душе угодно. Например, на участие в конкурсе торги. А это наше в третьих. Розыгрыш Batman Arkham Knight. Игра отличная и не за горами тот час, когда все ее баги пофиксят. Так что забирай выигранное. Ставки сделаны, ставок больше нет. Всего было сделано 529 ставок. И победный номер 344. Ватман улетает в сторону Steel, сделавшего 13 ставок. Поздравляем! На повестке LEGO Jurassic World. Игранизация нашумевшей киноэпопеи. Продлится розыгрыш неделю. Делай ставки. Будь с нами, будь в курсе. Пока! Кстати, 18 лет назад, 26 июня 1997 года, состоялся релиз Dungeon Keeper. Так что мы объявляем Международный день Отца Подземелий и радуемся, что тебе есть, что отметить на выходных. Давай! Субтитры сделал DimaTorzok